привет привет ну чё суббота сегодня барахольные выходные начинаются я конечно сегодня блин еду уже начало 11 реально после рыбалки честно говорят чуть-чуть подутомился поэтому поспал чуть подольше пацаны поехали с утра здесь прекрасно поводка отличная мы движемся в сторону петров очки я думаю посетим сегодня куринёвочку сейчас заберем ножик серебряной ручкой дай бог чтобы он нас дождался ну и посмотрим что есть сегодня наш друг дмитрий сбердычева должен быть посмотрим чё новенького есть у него мне очень нравится ассортимент дмитрия каждая вещь подкреплена историей это интересно лайкосик да поэтому погнали посмотрим что там как там что-то тут пробка на мосту начинается уже вообще летний сезон в разгаре правда погода не совсем летняя температура но в целом я думаю что все будет нормально в целом все будет хорошо не забываем воскресенье вечером розыгрыш ножа кстати ребят хотел еще вам сказать кое-что по поводу в ваших предложений до которые вы мне скидываете там по тому или иному товару ну давайте я так я точнее выражусь ну как бы вы не делаете предложений вы ждете от меня цену смотрите если вы если вы хотите что-то продать да то есть вы мне скидывайте те или иные фотографии с целью продать ту или иную вещь да смотрите если с фотографии не будет цен по которым вы хотите продавать их да то есть вот вы скидываете фотографии и под фотографии сразу цена вот за все то что находится на фотографии или же там за единицу ну в общем уже в описании вы можете написать фотографии если же вы присылаете мне фотографии без ценников а ждете чтобы я их оценил но я не оценщик ребята ну я не буду как бы вывод звоните там мой пишите а сколько стоит вот это а сколько стоит вот это послушайте для того чтобы продавать его по той или иной цене ну я убиваю кучу времени да и арендую точки на базаре ну то есть я этим занимаюсь а многие из вас хотят позвонить ко мне и продать мне по той цене по которой продаю я ну вам не кажется это чуть странноватым поэтому смотрите если вы сбрасываете мне какие-то предложения и они будут без цены я не буду на них реагировать вообще же просто сразу оставлю в известность чтобы вы мне там потом не писали что вот там я такой секой не реагирую на сообщение но я не оценщик я не ломбард ну мне не надо там сбрасывать фотографии но я понимаю я могу это сделать там раз-два-пять там да ну уже это как бы там десятки сотни раз я этого делаю ну сбрасывать мне фотографии для того чтобы вам понять за сколько вам можно это купить ну вам ну ребят мне кажется это но странновато хотите оценку хотите оценку ну давайте ну как-то ну оплачивайте эту услугу если вы хотите оценку товара того или иного но я не могу целыми днями отвечать на ваше сообщение в том плане что сколько это стоит сколько это стоит сколько это стоит просто это ну без обид без каких-либо там вот началось уже вот там 3 10 просто давайте уважать друг друга да и уважать работу ну это моя работа я за счет этого живу у меня нет никаких там других деятельностей которыми бы я занимался да ну это мой основной доход основной и он не так уж и велик как вам кажется трудящийся достоин пропитания это нормальные жизненные истины если вы обращаетесь ко мне по поводу моей работы основной работы тут ну странно ее делать бесплатно правда я думаю точно так это все равно чтобы я сейчас подписался на канал там штукатурщика и попросил бы его там рассчитать мне смету настройку ну или там прораба да вот слушай это она можешь мне смету прикинуть сколько вот такой ремонт будет стоить то-то то-то я хочу сделать ну правильно человек будет тратить время но это его работа точно так и у меня своим опытом я делюсь как бы показывая ну выставляю на показ свой образ жизни вот это и есть тот момент когда ну то что я готов делиться своим опытом могу подсказать что-то но не в таком разрезе что сбрасывается предложение и вы от меня ждете цену нет если вы предлагаете то предлагайте с ценой а я уже буду понимать выгодно мне это или нет если вот цена завышена для меня то я вам отпишу и напишу ту цену которую я готов дать но только после вашей а может быть я готов буду дать больше потому что бывает и такое люди не совсем понимают стоимость этих вещей ну я не вижу я не преследует цели там ношу нажиться на вашу как можно дешевле у вас там вырвать ту или иную вещь нет мне хочется брать вещи по адекватной просто цене а если цена занижена то я обязательно вас поправлю и скажу что это можно продать дороже в этом плане можете даже не сомневаться просто сразу вот вам скажу вот такую вещь да вот сразу же чтобы вам просто сразу было понятно есть вам смысл мне вообще какие-то предложения скидывать или нет но если вы знаете что на базаре эта вещь стоит 200 там гривен да то я вам больше ста за нее не дам если вы хотите это вот сразу это стоит а ну не всегда даже 100 получается дать смотря какая вещь что она себя представляет какого на состоянии понимаете понимаете это сразу и мне хочется просто честно вести с вами дела чтобы вы все видели все знали и как бы адекватно понимали что если вещь стоит 200 то 150 я вам не дал ну как бы вы не просили сколько бы не были подписаны на мой канал ну вы извините но там информативная часть там медиа часть это одно ну а тут реальная жизнь тут я кормлю и ребенка своего содержу семью ну я у меня есть ребята которые тоже хотят и есть и пить и одеваться ну есть магазин который надо арендовать есть торговые точки за которые надо платить но есть машина которую надо ремонтировать и заправлять ну масса всего есть но если действовать так как вам этого хотелось бы то навряд ли это все будет потому что его нельзя будет содержать ну как то так это так я отвлекся немного от поездки на варахол пока пробочка я думаю расскажу вам те мысли которые о которых я размышлял будучи на рыбалке вот эти выходные выходные для меня это выходные у меня к суббота рабочий день потом с понедельника по пятницу этого так ну как то так все друзья встретимся на барахолке уже сколько досках шаг магнета по пятницу да есть будем а почем есть Какую цену? А кто здесь продает? Я Вот такой вопрос А такая сколько? 150 гривен А вот эти Заготовки по 30 А дешевле будет? Не будет Сейчас включим Наверное Скорее Вот на фигуре Есть все эти викториноксы Уже хватает А если купил? А почем викториноксы? 1 400 и 1 500 А вот та зажигалка сколько? Так чтобы отдать 150 гривен А можно это все посмотреть поближе? Можете пройти Сейчас это у меня Это я заберу Это нормально по чуть-чуть Это же с фиксом Ну вам это Вам где-то 1000 Видели там два фиксатора Один на нож и второй на открывающий У нас тут техники исполняют Они как-то смеются и не ходят Ну да хорошо У нас там Антошка один пришел Забрал А за 250 будет 2? Не, не будет Это да На правда Сколько брошечка? 350 350 350 Викторинокс 200 200 Хорошо, давай позже А почем серебро? Там цепочки Цепочки 20 гривен грамм 8 грамм А там 8 грамм В одну А серьги 150 гривен Немножко О Так что полтинник не скинешь на двух? Не, не могу Надо Сколько викторинок Семь 50 а такой добротный конечно если у меня с утра выдержало если хотите глянуть я хочу параметры я хочу параметры Я смотрю состояние клинков просто. Нет, цена адекватная, совершенно адекватная цена. То есть вопросов немало. Просто уже хочется, если оставлять себе, чтобы они уже были такие клиночки целенькие. Обчак такой сколько? 900. Нет, вы когда сядете, он сам. Спасибо. А цена окончательная? Ну, сколько предложите? Смотрю, трех этих не хватает? Да, не хватает. И сколько? С документацией, со всем, с описанием пользования. Все это и есть. За 170 забирайте. Сейчас давайте я посмотрю в интернете, что он у себя представляет. Ты посмотри. Потому что у меня опыта нету. Я первый раз такое вижу, если честно. Сейчас я, если что, то... Хорошо. Идай день на переде. Угу. Сейчас я... Если не заберу, то вернусь, потом решу. Блогер, блогер. Да. Да. Сегодня людей. Людей сегодня. Ох, ох, ох. Дальше 40. А? 40. 30 жанр. 30 жанр. 35. Там тёши-матёши, да? Да. Где цены-то? Это я вам даю закон цены. Да. Я не знаю, сколько. Сколько? 140. Шутник, шутник. Сколько зим такой? Сколько стоит? 200. Мужчина познаю. Да, да. Механика идут. Я вижу, вижу. Да мы одинаковые. Мы одинаковые с вами. Так я же ещё хочу. А вы ещё хочешь? Ну да. Не накормить, ты видишь? Сколько такой ножек? 100 гривен. 100 гривен, да? А можете вытащить вторую вот эту лезвию большую? Большой, большой, большой. Ясно, жалко. Спасибо. Так. О! Привет! Мы знаем, где встретиться. Где нас искать? Как дела у тебя? Нормально. Нормально? Молоток, что купили? Да пока ничего. А я за ножом пришёл. Здрасте. Добрый день. Да, да. Я не знаю, какие коробочки. Все нормально? Да. Все отлично. Все отлично. Сегодня будем лицезреть. Да. Сегодня или назад? Ну это сегодня. Ну что, пошли назад, ножик забрали. А где ножик? У тебя эти. Прикольный? Да. Ну по крайней мере второго такого уже не будет. Дорого. Но ты покажешь мне второй и скажу, что дорого. Понял. Аргумент. Я думаю, что второго такого не будет. Аргумент. Согласен? Угу. Конечно, дорого. Тут разговоров нету. Я тебе там в Viber написал. Но зато второй такой я уже не увижу. Сколько денег отдал? 50 гривен. А ну достань-ка. Не пересушено? Да нет еще. И состояние, Судрик. Угу. Отлично все. Да вообще. Ну хорошая. С подробными вставками, дверь же не помню. Кто стучит, все в дверь моя. Блин, как мне надоели эти телефоны, господи. Как вы относитесь к тому, чтобы сегодня вас, так сказать, засветить? Да пожалуйста. Потому что просят. Я правда хотел в спортзал походить немного. Просят. Говорят, слушай, покажи, кто и где. Ха-ха-ха-ха. Я говорю, хорошо. Нет, нет, нет. Когда не сказать? Когда суббота, воскресенье? Ха-ха-ха. Кто на тех пор? Вот, Дмитрий, будьте любезны. Представляю вам нашего бердычевского друга. Стоит он вот возле перехода прямо. Поэтому, друзья, заходите. Сейчас я вам покажу ассортимент сегодняшний. Очень все, как всегда, интересно. Я ваша картича. Спасибо, спасибо. Меня можете показывать. Я не могу. Спасибо, спасибо. Разбудиться вам побыстрее там. Спасибо. Ну, у нас и так уже почти рост и хорошее. Ну, я думаю, будет результат. Главное не останавливаться и не опускать руки. В МС-мусе. Нет, это же не про меня. Все только начинается. Я тоже так надеюсь на это. Так, а что тут по подставке? А вот это, кстати. Это подсумок для патронов. Маузер. К-98. 1939 год. Он австрийский для вермахта немецкий. Угу. Вот, здравствуй, у меня здесь патрончики. Круто, круто, ветер. И сколько ценник такой вещи? 2000. 2000. Отлично. Долларом. Пусть платят доллару, мы не против. Понятно. Мы не против. Мы не против доллару. Кому мало 2000 гривен, можете дать 2000 долларов. А лучше евро уже. Хороший рамп. Отлично, да, и состояние хорошее. Да. Вот здесь не какой-то одной шлеечки. Но я думаю, что это сам немец себе сделал. Так, чтобы быстрее. Быстрее, да. Потому что... Одну среднюю. Ну, так я думаю. Да, как вариант, кстати. Потому что, ну, оторвать ее, это... Все остальное в хорошем состоянии. Но тем более видно, что это срез. Да, да. А не отрыв. Ну, я так думаю. Да. Очень достойная вещь, ребятки. 2000 гривен. По подстаканникам. Что за красоты у нас. Это простой. Алюминиевый. Да, зубр. У нас хорошее состояние. Ну, все равно хорошее состояние. Не так часто, кстати, я его вижу, этого зубра. Да, не часто. Это лиса. Достаточно часто. А вот зубра я вообще, по-моему, я даже и не припомню. О, не, ничего себе. Золотая рыбка. Да. Тоже, кстати, не часто я видел их. Да, и как новенькие. Так, а это у нас мельхиорчик уже пошел, да? Скань. Семенская. Какой ценничек по подстаканникам? Ну, 25. Этот зубр 40. Угу. Такой? 250. Угу. Это Варшава 19. Это посеребрение, я сытую, да? Польский. Есть Климу. Угу. А, фрагет этот, часто, как оно правильно? Фражет. Фражет? Фраже, да? Фраже, да. Да, я вилок много встречал их. У меня, кстати, даже я дома ем вот этой фраже вилка. Я себе взял такая прикольная посеребренная. Ну, она известная, большая. Да, да. Которая поставляла их в царский двор, в свои изделия. Угу. Она, насколько я знаю, первыми за патентирование, плакирование серебром. Да, это их патент? Да. Да, именно плакирование. Ну, прикольно. Да, магазины были и в Киеве, и в Одессе, и даже в Бердичеве. И даже в Бердичеве был магазин, да? Да, я поэтому и знал. Не, ну, красивая, красивая стучка. А это что у нас? Это? Ага, я, кстати, не обратил внимания на ручку, да. Ага, да, очень интересная, интересная, интересная. Да. Там, калина, тоже по-серебряный советский. Сколько он? Красивая. Красивая. Да. Состояние, как новенький. Угу. Нигде не затёртый, не потёртый, не изогнутый. Просто как новенький. Отличный. Здесь монетки. Здесь медаль, здесь монетки. Угу. Ну, скажем, сюда не беру я особо хороших монет. Не знаю, тут клиентов нет. Да и у меня в магазине их лучше берут. Берут, да? Да. Когда сделаем? Вот сегодня побазаришь сросить. А вы до пятницы в Бердичеве? Да. То есть, в принципе, если там созвониться, договориться на какой-то денёк, мы это всё решим, да? Любой день, да. Тем более, смотри, сейчас, пока я работаю в старом магазине, угу. Но летом собираюсь ещё переехать в новый магазин. Ну, тот, что вы говорили с другом, да, там? Да. Ну, плюс реализуем что-нибудь вместе. Сделаем, ну, ну, ничего. Сейчас любая реализация будет, где бы что ни продавалось, всё хорошо. Согласен. Сейчас такое время, что чем больше мест, где мы продаём, тем больше мы заработаем. Да, да. Полностью согласен. Полностью. Здесь часики. Так, всё у нас по часикам. Секундомеры. Кстати, а малышка есть, да? Да. Кстати, её уже узнают, приходит. Да? Да. Да, она. Я уже теперь всем расскажу, она уже известная на полукраина. Это непростая зажигалочка. Да, согласен. Так, по часикам, чего у нас тут ещё есть? Восточек. Астук командирский. Новые не нужно начать. Они идут? Да. Кстати, очень известные тоже. Это пепельница? Нет. А что это? Это таблетница. Таблет? Металл тут белый или нет? Кокаинница. Это кокаинница. Да, 19 век, 84 проба. Шикарно. Сколько ценник? Полторы. Металл белый тут или жёлтый? Что-то от... Это мельхиор. В день ангела от мамы. Добрая мама кокаинницу подарила. Вертинскую. Ну, первоначально был жёлтый, а теперь стал белый. Очень крутая вещь. Ребятки, это лайк, 100%. Это лайк. Не наше, здесь нет стекла. Очень достойная штучка. Да ладно. Ну, так. Так, она вот здесь была? Здесь нет стекла. Это как прослеты носится и как часик. Такого не было. Вы? Так не бывало. Ну, почему все люди знают? Один я так не знаю. Типа что, стекла нет? Да. Ну, так это нормально вообще-то. Для этих часов они же закрываются. Они такие шли, без стекла? Ну, не знаю. У меня просто есть такие, ну, они не финифт, а узор такой, из металла. Которые тоже точно так же все закрываются, и там стекло. Да, но они не такие. Бинокль, ты видишь? Бинокль прошлый раз мы смотрели. Так. Так, так, так. Шкатулочку. А, ну? Это старая шкатулочка Папье-Моше. Это Папье-Моше? Да, это из бумаги и все. Вообще круто. Она прям вообще ничего не весит. Прям вообще такая. Ну, так я же говорю, такая прям аж. Все ручная работа. Очень классно. И узорчик просто классный. Угу. А ну, накройте. Так узор лучше видно. Угу. Очень достойно. Прям видно. Даже не очень так прям и... Ну, так... Ну, как сказать, довольно так... Простенько. Но вот оно смотрится отлично. Вообще просто вот это золото с красным и... Такие, ну... Все гениально и просто. Вот это медицинский инструмент. Для офтальмолога. Ага. Подбирать линзы, типа, да? Я так понимаю. Ну, заглядывать в ухо. Ага. А здесь линзочка... А, офтальмолог. Я что-то... Думаю, офтальмолог, а сам про окулисты. Ха-ха-ха. Сколько ценник? Что? Не стоя. Все в оригинальной упаковочке. Все полный... Ой-ой-ой-ой. Блин. Я прошу прощения. Очень классно. Так, это не продалась у нас салоночка, да, наша? Угу. Прикольная салонка с серебряным этим... Хрусталь и серебро. Так, что у нас тут дальше? Цікавого здесь, что мы не бачили. У меня, кстати, был точно такой же. За сколько вы продаете его? 500, да? Значит, я лоханулся. А может быть и нет. Я тоже скину, когда буду торговаться. Я продал за 300 гривен. Я помню, точно такой был. Еще Колян его, короче, разобрал, весь отполировал. Он прямо аж блистал. Некоторые любят в патине. Да, да, многие. Но я вам знаете, что скажу? Был такой период у меня. Бронзо-латунь стояли долгое время. Колян взял их все, перечистил, отполировал. Поуходило все сразу же. Они заказаны, они не продаются. И сразу все поулетало, как поначищали. Тут дело такое. Оно попалось. Забрали. Да, интересный. Да, неплохой, неплохой. Так, что у нас тут еще? Тулочка такого же плана, как я купил. А это что? Какая конфетница? Москва. Просто приятно. Ну да, неплохая конфетничка. Так, все по статуе. Это все мы видели, в принципе. А машинки вот почем? Не все, возьми голубя. А, нет, голубя не видели, да. Италия. Интересно, интересно. Интересно, интересно. Сколько стоит он? Вистерию. Там есть небольшой сколк. На цветочках, видишь? Вот, вот, вот. Да, цветочек вижу. И... Хвост. А нет, то просто такая... Это, видишь, бисквитный фарфор. Угу. Известный итальянской фирмы. Димонте. Джадимонте или как-то. Ну, что мы танцы. В это... Можно заполировать, но это откуда-то занято. Так. Игрушки мы видели. Иконы мы видели. Да, вот. Ну, это... 18 век. Это... 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 Эти... Как они называются? Типа на палках носят их, да? Николай. С одной стороны. Они двухсторонние, да? Да. Это восемнадцатый век. Да. Ну, прям, как же, краска вся прям. Попробуем по материалам. Иконы рисовали художники. Во все времена. Ну, да. Вот. Поэтому... Сколько стоят такие же вещи? Кто хозяин? По 800 гривен, я. А мочишь автомобильный? Мочишь. Да. Да? Да. А он что-то играет, уже в него задеть надо. Евангелие. Офигенный, да, звук? 18 век. Автомобильная дудка. Вы сегодня до скольки? Часово до двух, наверное. До двух? Да. Завтра планируете торговать? Не думаю. Так, подъедете к нам? Да. Да? Да. Я тогда в два часа буду после двух ждать. Ну, к двум я буду и вас буду ждать тогда. Да? Все, я сейчас... Потому что я еще сам в магазине не был. Тогда приехал с утра, тыняюсь. Пацаны, там уже с утра? А я вот это лажа тыняюсь. Так, ну что, мы тогда побежим. Я тогда в два часа жду. Набирайте, да подъезжайте. Посидим, кофейку попьем, да пообщаемся. Окей? Я не прощаюсь. Мы же увидимся. Не прощаемся. Буквально таки через пару часов. Так уже пол, уже без двадцати час. Уже без двадцати час. Я много не буду брать, потому что надоело таскаться. Ну, руки надрывают. Нет, так я же говорю, уже надо сейчас сядем, решим, чтобы вы вообще не таскались. Собственно говоря, да и все. Не, ну здесь тоже интересно. Нет, тут не есть общение с людьми. Я имею в виду, пару ящиков оставили, приехали в субботу утром, закинули в машину, приехали, стали, торгуете. Ну, договоримся. Мы договоримся. Я тоже. Я думаю, что мы раздумываем и вам магазин. Ну, потому что у нас там нехватка жуткая товара. Ну, это как бы дело времени все. Да, привезем. Все дело времени. Дело в том, что у вас нехватка, а у меня перебор. Вот оно. Ин-янь, ин-янь. Я могу три забить в магазин. Ну, вот как есть. Я бы много скупал. Мало продавал. Ну, супер. Я в основном все складировал. Все, короче, я жду вас. Мы тогда сядем уже нормально все переобсудим. Окей, все, я у себя. Так что мы сейчас пока пойдем в машину заберем, пока объедем. Все. Все, до встречи. Все, до свидания. Погнали. Так, ну что, друзья, пошлите. Поедем в магазин, посмотрим, как там торговля. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.